всем всем большой привет хочу показать свой заказ по каталогу номер два в компании фаберлик сейчас все девочки активно получают заказы по этому каталогу и наверное самые распространенные ролики на сегодняшний день это по компании фаберлик по второму каталогу давайте покажу что же заказала я в серии бьюти кафе на некоторые линейки была хорошая акция если берете два средства то цена такая со скидкой еще шла и было выгодным взять некоторые продукты у меня подружка взяла в мятном шоколаде два средства это гель для душа кремовый такого красивого красивого мятного цвета и мыло крем мыло для рук замечательная вообще эта линейка ароматы в каждой линейке на любителя но по качеству как она моется как пенится как не сушит кожу это замечательная линейка и бьюти кафе конечно фаберлик это замечательная серия единственные ароматы конечно каждому подбирать надо на свой вкус и на свое восприятие и вторую пару тоже взяла себе подруга это уже солнечная облепиха тут уже вообще яркая солнечная такая серия достаточно густой гель для душа он идет уже просто гелевый не кремовый а вот жидкое мыло идет кремовая тоже густое классное люблю очень люблю нежной любовью эту линейку серию бьюти кафе для меня прямо одна из любимых хотя есть люди мне писали в комментариях что не всем нравится кому-то не нравится дальше тоже покажу аромат это тоже взяла себе моя подруга но я его открыла потому что мне она сказала открывай и показывай это серии оранжери орхидея да аромат орхидеи вот так красиво смотрится упаковочка в ней 50 миллилитров это туалетная вода давайте что поставлю и сам флакон выглядит так очень красиво как тот кажется грациозным прямо какой-то он стройный такой женственный вот сам флакон он уже какой-то прямо женственный нежный приятный аромат я потестировала он приятный цветочный ну и вообще как все воды faberlic на любителя потому что если вы его кто знает ароматы они чем-то схожи и бывает девочки например спрашивают а вот этот аромат на какой похож говоришь там вот на такой вот тогда беру то есть это уже все понятно человеку понравится или нет аромат фаберлики все не так тут каждый аромат нужно брать пробник и тестировать потому что ароматы более сложные и они имеют своих любителей и индивидуальные этот аромат цветочный немножко сложноватый то есть не такие легкие цветы прямо которые дома можно на себя поливать нет это цветы на выход ну и аромат на любителя у меня подруга уже брала такой аромат ей он понравился и поэтому она его взяла еще раз так что ларис приехал тебе огромный огромный привет новинка в мужской линейке цельсиус была были два продукта это крем для рук специально разработанный для мужчин и бальзам для губ форма тоже специально разработанный для мужчин мне кажется это замечательное что сделал faberlic крем для рук не покажу он зафольгирован хотя я его взяла своим мужчинам но я думаю крем скорее испортится чем он закончится потому что мужчины такими вещами пользуются крайне редко только когда действительно это необходимо бальзам для губ мы открыли я думаю мой маленький мужчина все-таки будет пока зима не кончилась еще им пользоваться на улицу вот так вот он выглядит сегодня попросила сына нанести он готовит качунг от какой сухой это если он отличается от всех остальных бальзамов вот я видите где нанесла вам даже наверное практически не видно небольшой эффект такой то есть как вот покрытие вазелиновое это чувствуется но в нем уже как мужском бальзаме нет ни блеска ни какого-то там в общем намек нет что на губах что-то есть поэтому мужчинам можно брать я думаю многим понравится особенно мужчины которые работают может быть на улице и такие вещи они необходимы у бальзама вкус вкус не знаю я на себе не пробовала аромат ментола вот мяты чем вот чем-то таким пахнет холодящим немножко такой аромат сделали все таки мужской дальше хорошее было предложение ну вообще часто сейчас такие предложения на помады вот такой был разворот можно было взять любые две из серии миллион переливов либо любые две из сатинового блеска у меня мама взяла из миллион перелив и перелив 2 цвета это розовый жемчуг вот этот оттенок и второе она взяла вот эта дикая роза так что давайте смотреть тоже мама говорит показывай мы с ней уже обе помады потестировали в целом понравились обе давайте я начну вот это 40074 вот с этого цвета это розовый жемчуг я его нанесла на себя и мне очень очень понравился я не знаю видно вам или нет но у этой помады как мне показалось очень хлипкий стик то есть вот я им крашу он ощущение такое что уже болтается каталог у меня закрылся давайте вам так покажу ложится она легко и такой как будто влажный финиш влажный блеск ним есть не видно никакого такого чтобы яркого выраженного шимбера там перламутра хотя и переливы написано он действительно очень деликатно переливается и цвет на губах очень очень красиво ложится он прямо как натуральный только красивей мне понравился очень понравился это вот помада на губах давайте закрывать не буду так положу и 2 так они не закрылись розовый жемчуг это уже 40070 это вот помады которые мы называем с окошечком она уже вот такая оказалась яркой по яркости мы не ожидали что она будет прямо вот совсем ну вот в ней переливы прямо вот в самом стике смотрите уже как прямо в мороз снег искрится блестит эту помаду мама на себе уже попробовал вот она ложится сразу плотней разница вот видите это прямо легко мягко так ложилась ее несколько слоев и наносила это ложится сразу так поплотнее и и действительно она играет прямо миллионами переливов вот видно да вот я потихонечку совсем медленно специально поворачиваю хотя свет искусственный вот так любители таких линеек таких помад я думаю понравится так еще разок хочу вам показать эту эти обе помады в каталоге и на руке то есть вот первое розовый жемчуг и дикая роза ну розовый жемчуг здесь мне кажется поярче по темнее так дальше теперь хочу показать вышла новинка молодежный да я понимаю так серии beauty box и несколько средств в прошлый раз вообще я уже посмотрела очень много обзоров девочек кто показывал вот эти вот новинки это тени палета для теней для век и вот это вот палета пудра в общем пудра для лица она тройная идет с хайлайтером с бронзатом знаете анекдот есть когда сказали умные направо красивые налево и там бедная обезьяна металась туда-сюда не знала в какую есть сторону разорваться говорит что ли вот я реально вот как-то обезьяна между этими двумя палетками болталась потому что мне очень хотелось все равно хоть одну купить но по отзывам я понимала что как у этой есть недостатки так у той есть недостатки и недостатки то не слабые например девочки часто ругали саму пудру за то что очень узкие вот эти вот две части сложно набирать и она пылит про тени ругали еще больше они не только пылят они еще и сыпятся и вот этот темный цвет вообще даже не наносится практически то есть чтобы его нанести нужно там очень-очень долго танцевать с бубнами но тем не менее я посмотрела два макияжа у вики попритохина я посмотрела викуль привет тебе и у элечки элечка главном у нее канал эленька тоже тебе привет огромный и приняла решение что все таки я умная они красивые но я шучу в общем меня я метнулась в эту сторону решила попробовать вот эту палетку разум говорила что лучше отказаться от обеих раз они обе такие имеют недостатки ну вот красота требовала жертв не увидите я красивая получается потому что красота требовала жертв вот то есть я покажу чего я добилась добилась я вот такой палетки очень красивые на самом деле тут на на 500 рублей стоит тот сама вот эта упаковка она очень красиво очень приятно ее классно держать в руках она не маленькая девочки часто говорили в своих обзорах что эта палета не маленькая она она когда приходит говорить о и правда не маленькая вот это вот и есть заглушка девчонки говорили что если ее снять вот как бы она говорит о том что в нее никто не заглядывал вот я в нее уже заглядывала и прекрасно ее приклеила вновь поэтому то что вы думаете что это вот защита это никакая не защита вот я ее открыла я ее также в конце могу прилепить обратно огромное такое зеркало так сейчас я ее спрячу это зеркало вот так и давайте я вам покажу палету вот она такая мне пришли они вот видите я не знаю вам видно или нет вот здесь как скол и здесь скол может у нее никто и не заглядывал но вот она уже приехала раненая три оттенка сатиновые это хамелеон это матовый коричневый и вот этот какой он с шиммером вот она нашим это отторгается отпрыгивать давайте поделаем сводча первые 3 от верхней сейчас вам покажу вот так они переносятся вот так и сейчас покажу еще три нижних не силая чем вытереться но не страшно вот так вот выглядят три нижних вообще вот этот вот цвет темно-синий он конечно капризный вот девчонки говорили в грязь он уходит но он такой оттенок дает вот красивый я думаю вот так вот этот розовый что-то я тут с камерой обнимаюсь поэтому я вас немножко подпихиваю простить вот цвет то он дает в принципе то неплохой вот это вот синего на эти ночное небо какое-то я бы его грязью ты не назвала но уходит вот видите в серый вот ее наверное называют грязи но в движении я думаю вот этот темно-синий с этим хамелеоном зеленым будет играть то в принципе неплохо главное правильно девчонки сказали приноровиться набить руку вот видите он какой грязный он сыпется но это я уж просто как припев пою девчонки куплеты я припев вот прям вот она пыль уходит надо научиться века советовала вбивать пальчиками вот этот оттенок но с моими ногтями тут и глаз вы колешь конечно надо просто приноровиться вот такая палетом мне кажется я с ней все равно подружусь вот так она остается еще на пальцах ну очень хотелось поэтому буду пользоваться и после того как я набрала вот видите вот этот темно-синий действительно он крошится сыпется но в целом пускай даже она на четверку с минусом зеркало к шикарные но она мне понравилась так сейчас я закрою ну и вот смотрите мы сейчас с вами вот видите как будто никто и не лазил очень понравилась она мне в любом случае я не скажу что она классная потому что я с ним макияж еще не делала но попробую мне очень хочется с ней поиграть оттенки все-таки такие которые между собой если как-то соединять может быть очень красиво у девочек макияж мне понравился обе накрасили красиво глазки так еще из этой линейки что я взяла это блеск или на губах его наносила века другой наносила или именно этот очень понравился он хотя идет и как nude срок годности два с половиной года он хоть идет как nude но этот nude уходит в розовинку вот это мне в нем очень очень понравился понравилось давайте я уж как и все покажу вот эти блески 179 рублей по каталогу я взяла вот этот какой он тут оттенок где он написан вот этот да коричневый пудинг карамельный карамельный пудинг 4723 и давайте посмотрим его тоже такой спонж пальцы грязные и давайте его вот здесь то несу повторюсь за девчонками он немножко липковат но это его не портит красиво лежит на губах очень красиво смотрятся губы он достаточно стойкий и мне понравилось вот как на губах очень понравилось я с ним пила чай и он практически весь остался вот довольно я осталась этим блеском прямо вот рада что я его взяла я не знаю решусь ли я на это вот пудру хочется быть и умный и красивый да наверное я тоже закажу сейчас объясню почему я ее наверно тоже закажу так еще сейчас из заказа покажу я взяла еще две водички в пробниках это первая алена ахмадулина а вторую night какой-то темно-синенький флакончик новинка мне очень хотелось его потестировать поймала я уж не буду читать название буки де ньюи я думала на это нет ньюи это французский я его пыталась на своем ломаном английском прочитать вот это очень белые цветы ароматы вы знаете честно не хочется описывать потому что вот как я сказала у нас восприятие абсолютно у всех разное то что одним вау другим фу и вот алена ахмадулина вот эту я решила попробовать все ароматы на любителя они сложные если лично для меня наверное вот алена ахмадулина мне понравилось как вот ну не скажу я что больше всех но понравилось вот вот алена ахмадулина меня чем-то зацепила хотя вот если меня спроси это мой аромат скажу нет не мой мне кажется не мой но она меня зацепила наверно мне есть какие-нибудь цитрусы и ахмадулина она раскрывается она очень красиво раскрывается сейчас я попробую найти ноты и вам прочитать так ноты черной смородины сладкого апельсина ну вот конечно грейпфрут и итальянский мандарин но тут вообще весь мой букет апельсин грейпфрут и мандарин но еще бы она мне не понравилось до ахмадулина вот если бы у нее цена была бы там без одной циферки хотя бы без первой конечно нереальная цена очень дорогая но наверно на того стоит потому что аромат раскрывается он идет фруктово-древесная вот вот эта древесность она делает чуть-чуть его тяжеловатым но так как я дам то не не 18 плюс а чуть постарше поэтому мне нормально так и что тут дальше уносится мы уносимся в прекрасную эпоху величественных дворцов элегантных дам и благородных кавалеров в сердце ароматы фруктовый аккорд из ноты персика и сливы которые завершают царственная роза и в конце там сандал мускус янтарный лабраду нет лабдану и сладкая ваниль но вот сейчас у меня на фазе вот этого лабданума аромат звучит но очень красиво понравилось вот ахмадулина зацепила нюи я нанесла на сына он у меня далеко отсюда сейчас поэтому как он раскрылся я не знаю но вот ахмадулина понравилось больше но вам советую лучше все тестировать конкретно на себе потому что ароматы капризные ну мы тоже соответственно капризные немножко так сделаем так ну и не пришли вот такие карточки их семь штук твой бонус мы их поделим с подругой хотя если вот так вот посмотреть я плавно не буду показывать тогда мою каракулю я их все активировала в основном было 40 45 процентов скидки в каталогах бывает до 50 процентов и поэтому эти четыре карточки они были не интересными но у меня одна карточка идет 50 процентов на декоративку вот это мне не очень интересно вот я наверное на эти 50 процентов возьму все-таки палету вторую 55 процентов у есть на колготки и самая крутая это 70 процентов на косметику для дома вот если бы на косметику декоративно это было вообще замечательно 70 процентов но косметика для дома тоже классно все вот такой был у меня заказ как мне в одном ролике написали что слишком много болтаю это домашний канал я сижу на собственной кухне поэтому болтать могу сколько влезет главное по теме но мне так кажется любители и гости они всегда найдутся то есть если вы пришли послушать как приемник обзор покупок то конечно это вряд ли будет интересно если вы пришли ко мне в гости то с удовольствием со мной поболтаете спасибо всем за внимание надеюсь мой обзор был полезен надеюсь со мной было интересно всем до новых встреч и всем пока